Хэй, 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 всем привет, любители мехов, с вами Чинацкий, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Супер Мехс. Фу, сегодня у меня для вас прям нормастый такой челлендж, если честно, прям ждет вас довольно любопытный момент, я бы сказал. Честно скажу, что я уже начинал записывать, у меня там небольшие траблы были по записи, поэтому не забудьте поддержать лайком, пожалуйста, я вам сейчас все расскажу, что было. Ну и не забывайте, естественно, подписываться, просмотр без подписки строго запрещен. Итак, собственно, что я сегодня хочу сделать, я хочу взять первый ранг на своем тепловом мехе, еще ни разу не брал, всегда брал на, соответственно, вот этом, всегда это работало, всегда было хорошо, но хочу попробовать сделать вот такой вот челлендж и взять именно на этом. Я взял сейчас второй ранг, начиная с пятого, начал с пятого, взял второй, собственно, на этом же роботе ни разу не менял. Статы у него такие, вы видите на экране, оружие такое, я также вот, кстати говоря, когда запись не сработала, проапгрейдил вот этот вот масс-бустер в священочку, ну просто чтобы было покомфортнее играть. И мне тут, если честно, в клане выпало просто дофигища легендарок с форченбоксов, что самое интересное. Тупо с форченбоксов нафармил из интересного крючок платином, но он у меня уже есть, он весит очень много физически, поэтому такой себе вот я его здесь использую. Он на самом деле, ну, очень много весит для крюка, безумно много. Дезоляция выпала, собственно, и, по-моему, еще что-то тоже забавное, но я не помню что, давайте глянем, это в клановом, это Арбор Легнили, а не Глятор, да. Ну, то есть, такие себе вещички, которые на самом деле мне сейчас не особо нужны. Из интересного, давайте еще откроем бокс с этого, с клана. Дастся легендарка сейчас халявная, скорее всего, хотя, может быть, и Эпик дастся, сейчас посмотрим. По-моему, это как премиум, премиум бокс работает, есть шанс на Легу, есть шанс на Эпик. Да, дается Эпик, Тормент, окей, не вопрос, тоже нормально. В общем-то, как-то так, дорогие друзья, не забывайте вступать в клан, чинаский пауэр, буду рад всем. Ну, а сейчас мы с вами начнем уже пожестить. Так, в этот премиум бокс открою, когда возьмем первый ранг, друзья. Блин, я бы даже, на самом деле, и премиум пак бы открыл в честь такого, но да ладно, это потом может быть. В магазе показываю вам, я здесь тоже проапгрейдил, физическое сопротивление уже было максимально, проапгрейдил взрывное, проапгрейдил электрическое. Все плюс 40%, это все очень хорошо. Ну и 500 монет у нас осталось, их я даже сейчас тратить, наверное, особо не буду. Ну, мне просто особо не на что это тратить на арене. Электрический урон и энергоурон меня не особо интересуют, все остальное это как бы такое побочное. В общем-то, самое главное, что сейчас на арене мы должны попытаться поразматывать. Фу, ну что ж, погнали. Первым нам попадается, ой, блин, вот это сразу попадается чувак, с которым будет крайне тяжело играть, просто из-за того, что у него очень много взрывного сопротивления и также много тепла. То есть мне банально будет тяжело его вывести под какой-то оверхит даже. Ну, ХП у него не особо много, но он будет очень жёстко мне дамажить за счёт того, что у меня просто нет энергии. То есть вы сами видели, минус 5 хат, как бы с выстрела это очень много. Жалко, конечно, но что поделать? Скорее всего, здесь будет реально проблематично. Я, конечно, постараюсь, я не сдаюсь, постараюсь, да. Но вы сами видите, у меня выстрелы на 300, у него выстрелы на 500. Это как бы разница имеется определённая. Мы его вывели на минус 5, это тоже плюс, конечно. Но, боюсь, что нам это мало чем поможет. 900 хп у него остаётся, у меня тоже. При этом, блин, мы могли бы и в шатдаун его вывести, но не вышло. Не фартануло. Здесь нет смысла использовать Space Invader, потому что я всё равно не смогу его убить. А он меня убивает в любом случае с Виолетов. Это такая сборка, что она просто уничтожает тепловиков, друзья. Здесь, ну, реально, прям первый блинком он получился, потому что я физически не могу ничего сделать. У него очень много всего против меня. К сожалению, просто, ну, опять же, физически невозможно. На своём первом мехе тем временем я бы мог его затащить, как мне кажется. Поехали, попробуем с этим справиться. Довольно типичная сборка, кстати, часто её вижу на этих рангах. Всё идёт за счёт вот этих вот выстрелов. То есть он сейчас будет сильно понижать мне сопротивление. И потом мочить меня с помощью вот этих пушечек. В принципе, ну, посмотрим, сработает это у него или нет. У меня против него тоже есть чем похвастаться. У него не так много тепла, кстати. Так что шансы у нас определённые имеются, я так думаю. Такс, я думаю, что у нас... Так, давайте вот так сделаем. На следующий ход я использую, наверное, ракетницу плюс Space Invader, как вариант. А может быть, даже сейчас использую Space Invader. Сейчас посмотрим, что он будет делать. В принципе, по хп мы выигрываем, по теплу мы выигрываем. По сопротивлению мы жёстко проигрываем. Это да. Ну, сдаётся. Окей, это нормальная тема. Хорошо, мы забалансили предыдущий бой. Нам всё ещё надо выиграть три боя, чтобы получить первый ранг. Надеюсь, что вы уже поставили лайк, чтобы поддержать меня в этом стремлении, скажем так. Фу, ну что, давай, давай посмотрим, что будет дальше. Хотелось бы, конечно, кого-нибудь с маленьким количеством тепла, чтобы просто сразу чувак сдался. Такое часто бывает. Попадается просто чувак с двустами тепла там, например, и тупо ливает. Так, вот, кстати, интересная сборочка за счёт того, что у него нет сопротивления. И при этом у него пушки, ну, очень прям, знаете, стандартные. То есть, я не знаю, а как он собирается выигрывать-то? Это реально интересно, потому что, ну, я не видел, чтобы особо играли на таких пушках, честно сказать. Он сейчас использует это плюс это. Это норм. Ну, я просто влечу со Space Invader. А, он даже, слушайте, очень странно играет, чел. Я пока не особо понимаю прикол. Ну, блин, через Magmaricoller выйдет. Но ничего страшного, у него остаётся уже 1700 хп. И он на оверхите. Блин, я не знаю, это какой-то раш прям жёсткий. Я не вполне понимаю, как он собирается выигрывать. Но если ему повезёт... Он ещё из дезоляции ни разу не стрелял, кстати. Очень странно. Так, что я хочу сделать? Давайте, наверное, так. Ок. Да, это очень непонятный для меня бой. Я не совсем понимаю, опять же, как играет чел ещё и без сопротивления. Сейчас такая ситуация, что без сопротивления реально тяжело играть. То есть, как минимум, по одному пункту должно быть сильно, очень сильное сопротивление. Либо, ну, просто нормальное, раскиданное по трём пунктам. Потому что иначе, ну, тебя будут контрить просто невероятно сильно. Очень, очень мощный дополнительный урон идёт. 580 тепла. Тоже много, тоже много. И видите, вот о чём я и говорил. 55, 55, 55. Всё по 55. Погнали. Попробуем, конечно, что-то придумать. Но... Тепла много. Хорошо. Давайте всё равно попробуем. Надеюсь, что что-то из этого выйдет. Он будет на отталкивание играть, да? Окей. Допустим. Влетаем. У меня нет ни крюков, ни всяких этих... Рывков, ни телепортов. Поэтому мне здесь немного сложнее, если честно. Потому что, видите, в чём прикол. Я отсюда не достреливаю. Давайте так, наверное. По хп мы вроде бы ведём. По сопротивлению тоже. Но у него хорошие шансы, на самом деле. Просто за счёт вот этого дрона. Давайте так попробуем. Это хотя бы оверхитнет его, но... Блин, не знаю. Очень странная тоже сборка. И я не совсем понимаю, как он смог с ней затащить. Очень странная сборка. Серьёзно. Но, типа, у меня всё на ближний бой сориентировано. И у меня только два сближения за счёт Space Invader. У него всё на дальний бой. И у него, в принципе, было с чего отдаляться. Поэтому, в принципе, за счёт этого он, по большому счёту, и выиграл. Ладно. Окей. Не вопрос. Блин, слушайте, у всех есть тепло. Что за фигня? Дайте мне кому-нибудь, у кого вообще нет его тепла. Было бы очень кстати, чтобы был чувак с 200 теплами. Вместо 600 теплами. 200 тепла. Тепла, короче. Вот. Ну ладно, поехали. У него бэкфайерные пушки здесь. У него ЕМП-шка для довольно мощного дэмэджа. То есть, сами понимаете, это будет выстрел на 400. У меня всё равно всегда будет энерджи-брейк. Это как бы по дефолту работает. Вкидываем, наверное, что? Наверное, сделаем так. Плюс вот так. Пока не вывожу его на минус-пэд. Потому что он сейчас выстрелит с этой пушкой. Скорее всего. Чтобы меня на Валент вывести. И я вот тогда уже влечу с спейс-инвейдером. У меня примерно такой план. Будет стрелять? Ну, по идее, долг. Или не будет? Или он ЕМП-шку выстрелит? ЕМП тоже нормально. Ага, он даже так делает. Слушайте, интересный ход. Окей. Не вопрос, не вопрос. Окей, Сим. Погнали. Вносим очень большое количество дэмэджа. За счёт того, что, опять же, видите, он без сопротивления для нас. Это, конечно же, плюс. Ну, типа, с каждого выстрела мы имеем плюс дополнительный 100 дэмэджа. Это много. Чтобы вы понимали, это очень много. Входим, наверное, со Сору. Потом со спейс-инвейдера. Я думаю, что это ГГ должно быть. Окей. 500 дэмэджа со спейс-инвейдера. Ну, из-за сопротивления это, конечно, нормально. Нормально получилось. Неплохо. Ну что, друзья? Давайте, давайте. Надо додавить. Осталось тут буквально два боя выиграть. Я уже очень надеюсь, что получится. 89 сопротивления. Меньше, чем у нас. 580 тепла. Примерно так. И хпшечка у него такая же. Точнее, даже меньше. Значительно меньше. Слушайте, шансы есть. Потому что он по сопротивлению сильно нам проигрывает. По теплу, в принципе, пофигу. Окей. На регенчик встает. Это не страшно, в общем-то. Бывают такие ситуэйшены. Окей. Это уже перегрев. Первый пошел. 600 тепло... Ой, 600 хп разрыв. Сойдет, я думаю. Ага. Он нас выключает. Мы стреляем с Сору. Пока не будем использовать бомбу. Пока рано. Бомбу можно будет использовать под конец. Чисто, чтобы выиграть время, так сказать. Здесь у нас будет... Ага, он так делает. Окей. Блин, вот это, кстати, для нас вообще нифига не хорошая ситуация. Потому что нам не с чего его выгонять с регеном. Но он потратил ход. Он потратил ход, чтобы до сюда заступить. Так. Знаете, что я сделаю, наверное? Вот так вот. Это хороший демедж. И при этом, ну как бы, мы сохраняем за собой темп. То есть мы, да, отошли так же, как и он. Но при этом мы внесли ему демедж. И при этом, ну как бы, у май... А, хотя нет, стоп. Нет, он не см... 300. Нет, он не сможет. Это было очень близко сейчас, чтобы вы понимали. Прям очень близко. Это шатдаун. А у меня? 323, 500... Нет, это нормально все будет. Нееет! Нееет! Вот что! Я думаю, что здесь была ошибка с моей стороны. Я думаю, что здесь была ошибка с моей стороны, друзья. Я не знаю, я затупил в чем-то. Где-то я затупил. Не надо было, наверное, отходить. Надо было тупо стрелять, его на регене давить. Ууу, ребят, честно скажу, на этом ранге я, похоже, повидал вообще все. Очень интересно играть, очень интересно. Намного интереснее, чем раньше, когда были одни заклошники, ну и, в принципе, контры заклошников. Здесь люди прям реально делают все, что только можно полностью использовать свою фантазию. И это действительно круто, когда люди действительно стараются что-то придумать новое. Раньше только на лоу рангах такое было, сейчас и на хай рангах. И это, ну, на мой взгляд, реально забавно. Так, ну что ж, давайте попробуем. Этого мы вроде бы уже гасили. Либо я это на видео делал, либо не на видео. Точно не помню, а может быть, даже я ему и проигрывал. Точно тоже не скажу. Поэтому давайте поглядим. У него хорошее для меня количество тепла. Поэтому чисто теоретически на этом мы можем сыграть. Вывозим его сюда. Смотрим, что у него по... Ага, 750, значит, заход у него идет оверхит. У нас очень мало сейчас, в свою очередь, хп. На следующий ход, я надеюсь, его... Так, ну у него здесь другого выхода-то, по большому счету. Он, скорее всего... А что он будет делать, кстати, любопытно? Ааа, он в очень невыгодной ситуации. Смотрите, ему не с чего, ему не с чего выстроить. Я стою ровно на идеаль... Ух, нифига себе у него чардж. На 500. Ну это супер чардж. Ааа, что тут скажешь, друзья? Что тут сказать? И я не смогу... Блин, ну это жесть! Ну вы чё, серьезно, что ли? Это безумный какой... Чё за 500 демаджа с чарджа? Вы чё, офигели, что ли? Ну здесь просто, к сожалению, не было вариантов. Ладно. Ууу, попытка номер 55. Поехали. Фу, блин, реально тяжело. Меня просто кидают то туда, то сюда. Просто как маятник. Ну это типичная ситуация, на самом деле, когда то уходишь вообще в минус жесткий, то приближаешься вплотную к первому рангу. Я уже, кстати говоря, не первый раз говорю эту фразу. Вы, конечно, не увидите других кадров, но... Ааа, 580. О! Я его просто побеждал уже. Он уже задается сразу. 106-й! 106-е место. Первый ранг, 106-е место. И это взято на, чтобы его, тепловике. Фу, ребят, я сделал это. На самом деле, не то, чтобы много времени потратил. Ну, потратил, конечно, но не прям дофигища. Поэтому лайки, подписочки от вас жду, дорогие друзья. Я считаю, что эксперимент признан удачным. Мы очень неплохо с вами постарались. Реально, ну, мне понравилось играть, потому что там реально разные сборки были, разные интересные. И... Блин, классно, классно. Хорошо, что игра немного меняется, и разные сборочки теперь уже заслуживают внимания. Так, давайте вот тут посмотрим. Воп-то-воп. Хорошо. Вступайте в клан, опять же, если хотите быть в такой вот мега-топовой компании с такими топовыми ребятами. Кто-то набивает по 500 побед, позволяет нам открывать ящики и токены. Кто-то просто берет первые ранги и позволяет нам быть в топ-20 стабильно. Без двух участников, друзья. Без двух участников топ-20. На сегодня, пожалуй, что все. Спасибо большое, что смотрели, дорогие друзья. Это видео получилось насыщен... А, стоп. Все, говорю, надо еще прям бокс открыть. Ну, тут, скорее всего, эпик, но все равно давайте глянем. В честь первого ранга-то. Да, это эпик и это Energy Mass Booster. Нормас. Спасибо еще раз за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Чинаски. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока-пока, дорогие друзья. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь. Продолжение следует...